Знамя Победы, ставшее символом подвига героизма и мужества фронтовиков, в наши дни обретает особую значимость и силу. Оно объединяет людей всех поколений. Это и есть смысл ежегодной всероссийской историко-мемориальной акции «Вестапета Знамени Победы», копии которого распространили по городам и селам с целью увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне. Сегодня знамя прибыло в станицу Вознесенскую. В этом году акция стартовала 3 мая на территории Псковской области. Именно там формировалась знаменитая стрелковая дивизия, чье, зная, было водружено в 1945 году над рейстагом. Всероссийская историко-мемориальная акция «Вестапета Знамени Победы» проводится уже в третий год по инициативе ветеранов распределительных электросетевых компаний. Кубань Энерго участвует в этой акции активно. В прошлом году эти акции эстафеты знамени проходили по районам, именно в городе Курганске, в городе Лобинске и в поселке Мостовском. В этом году рамки расширяются. В этом году эстафету Знамени Победы мы проносим уже по районам электрических сетей, по сетевым участкам. Буквально вчера акция стартовала в Родниковском сельском поселении, там у нас находится Родниковский сетевой участок. Сегодня мы провели в Вознесенском сельском поселении. И еще на будущей неделе акция проведется в станице Губской Мостовского района. Мы сегодня очень рады, что эстафета, это Знамени Победы, пришла к нам в станицу Вознесенского. Мы довольно-таки счастливы. Сегодня мы собрали здесь молодое поколение, ветераны великой отечественной войны, к сожалению, их все меньше и меньше, но однако были общественные станицы. Приехали гости с лобинских электрических сетей, ветераны электрических сетей лобинских, также ветераны нашего участка электрических сетей, где сегодня было передано или вручено знамя, знамя вот именно этой акции вручил ветеран электрических сетей молодому поколению лобинских электрических сетей. Ну и сегодня вот именно возле обелиска прошла эта акция, значит, по сценарию, и мы довольны, что вот не забывают сегодня наших ветеранов войны, не забывают те то время, когда наш советский народ защищал нашу землю. Копию официального символа Великой Победы установят на хранение в электрических сетях Лобинского района. Сегодня в Лобинском районе она какое-то время будет здесь, и мы постараемся, чтобы еще наши учащиеся посмотрели эту копию этого боевого знамена. По окончании митинга участники акции возложили цветы и венки к мемориалу. Цель этой акции, акции Победы – реализовать призыв «Никто не забыт и ничто не забыто». И я считаю, что самое главное, здесь сегодня присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских лагерей, молодое поколение. Показать воспитательную роль для нашего молодого поколения, что действительно, какой ценой была достигнута эта победа, и какой ценой сейчас надо все сберечь то, что было завоевано. Антон Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.